приветствую вас друзья вы на туб канале все для клёва очередной раз мы с вами приехали на озеро атланта это александр и попробуем половить хищника в прошлый раз мы здесь мы уже были и объявили то что лучше всего работали воблера и блесна как-то по по силикону до силикона не совсем у нас хорошо получилось поэтому сделали коррективы до сегодня взяли определенный набор воблеров и блесен и хотим понять и решили нас что лучше работает на какие более эффективнее показать этого да давай я покажу какой набор мы взяли вот такие от варианты это одни из самых скажем так бюджетных вариантов и на эти бюджетные варианты мы попытаемся что-то поймать и постараемся конечно же использовать все вот эти которые у нас есть и на них попробовать половить и определить которые самые до пробу начать с такого варианта 10 грамм серебро с красным цветом терка должна хорошо играть и привлекать рыбу я возьму такую же только с красными тем точечками такая посмотрим батал по серебру да давай ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну это хорошо? Да Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Согласен Ну и такой маленький вариант Конечно мы брать не будем Главное не подскользнется Субтитры сделал DimaTorzok 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 Переходим на следующую Так ну что следующая у нас Вот такая вот Блесенка Кайда С глазиком видите с хвостиком С тройничком Попробуем на неё А какой у неё тест? Давай посмотрим У неё 13 грамм Модель 10.39 Блестит нормально Вот я заметил что серебро работает Ну попробуйте сейчас серебро Золото я пробовал не работает А вот серебро смотрит Сейчас будем пробовать Ох Красота Ярко так Медленная проводка И у вас щучка Вместе Друзья у вас может оказаться впечатление такое Что тут полно рыбы в этом водоеме Не ну рыба есть в любом случае Но клюёт далеко не на каждую Приманку Поэтому ну что касается серебра Сегодня Работает на сто процентов И уже вторая да? Это вторая на эту блесну? Не первая Мы только нацепили Да и первая Вот я пробую воблера У меня ничего не клюёт Пробую золото Ничего Сейчас вот ради интереса Просто что подписчики видели Я одену ту что вы ловили И просто побросаю Может не только и это Может ещё и умение рыбака понимаете А ну правильно Удача и всё остальное Удача Вы знаете Всё для клёвов Всегда всё клёво Ладно Кстати да Правильно То есть я попробовал Теперь ты кидаешь Да Только другой Ух ты Ты её забагрил или что? А нет Да нет взяла Тихо 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 Не уходи Пустоь Вот смотрите Я одел селебро Вот чисто ради интереса Посмотреть И действительно забросил И на паузе При первой же проводке Маклюнул Ну вот Вот То есть уже в принципе Можно вложить её в копилку Как варианты Как рабочую снасть да На этом водоёме все согласен с тобой что-то таки больше стоит да да или гриб друзья при ловле спиннингом в любом случае у вас будет какие-то зацепы это всегда таки есть вот у меня реально зацепы то есть я не могу никак быть очень хороший вариант вот так вот берешь и подожду вот такой лайфхак хороший обязательно вот такой именно вариант используйте потому что если вы тянете на силу то вы еще глубже засовываете крючок то что там какой-то может кусок камыша корень камыша остался а вот таким вариантом вы обязательно сможете быть главное не сильно то есть вы почувствовали что уже она там все сразу пробуйте вот таким вот способом вытаскивать свою основу и вас получится ну такая красавица на эту практически копеечную снасть по сути я даже хочу обратить ваше внимание смотрите глазик уже но не как бы уже даже выгорел наверно не выгорел а вымылся так что если что носите с собой глазики чтобы можно было приклеивать его рабочий рабочий вариант тут главная игра я не думаю что глазик решает вот так вот вот так неправильно где наши часто дернется и можно попал попробовать сделать тройник останется в пальце все и у тебя раздавилось проверяю ваши блесна так что начаться какая это уже взял тюрочку тут вот эту да ну отлично молодец проверяешь теорию все-таки еда рабочие приманки хорошенько вот так вот друзья на розовый космастер пробовал кидался серебро серебро да не работал а сейчас вот только закинул первый уже вариант первая проводка и розовый космастер с таким такой галогеновая такой игрой дешевая эффективная снасть на покупать какие-то дорогие чтобы потом их терять в водоеме чтобы это цеплялись за корчи да и вы терялись и сожалели целый день дом ё-моё а это блин меньше и количество удовольствия которые вы до них принимаете намного больше чем чем она стоит поймал потапчик этот стиль игрового о проблем привет компании потап ваши тут остатки рулят супер такая взаиленая да 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 у меня первая щука на воду у меня первая щука на хорошие вот такой красавчик парусность воблера конечно большая и особо далеко его не кинешь как блесну в этом конечно его минус плюс в том что воблер сам не мелкий как бы и щука отзывается тоже не мелко крайне мере то что мы ловили это показывает проводка умеренная чтоб воблер хорошо играл но еще один минус он цепляет очень много травы водорослей за основы камыша если место не сильно чистое то воблер приходится чистить регулярно перед каждым забросом ну ты посоветовал бы что лучше воблер или блесну как я посоветовал что надо все пробовать как бы то есть блесна уловистая можно ловить на блесну но хочется попробовать и остальное как бы как она себя поведет ну наша цель сегодня не просто наловить рыба объясните рассказать что есть снасти на которые можно можно ловить можно успешно можно под этот водоем вот при забросе сейчас шлепнулся в воду видать запрыгнул тройник на слабину лески и уже естественно проводку поменял но это сразу чувствуется по проводке когда работаешь катушкой то сразу это чувствуется что что-то не так сальтует вот такой красавчик за не сделал нижний тройник нет и за верхней тоже за верхней до за атакой было ну хорошенько он видите немножко хорошо пригружает и я у него заглубление до двух с половиной метра до лопатки если сделать два быстрых оборота то она быстренько пригружается и потом раз начинать подниматься и опять раз раз поднялась и вот этом когда он только подниматься на ее хватает и сразу есть успех это смотрим кто это да на кого-то там такие подышают и опять начал его я на нее не ловил я ее проверяю кстати да и тестирую после вас и у меня два схода и вот один удачный выход ладно в пасть так санек пришел это уже начал перелом даже меня уже шутки 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 но это уже не серия ну я тут снял другую я дел другой опять ты опять разрешил все таки на это уезжает назад возьмем это красиво аккуратненько давай давай нарушать технику безопасности давайте ли были пошла да пошла родная она не хотела мы шулять и сейчас больше всего ближе и так понятно что это без на рабочие я убедиться и еще раз я то снял с первого заброса клюну сейчас еще пару раз хочу сделать финальное заключение просто еще раз все проверить и сделать финальное заключение может туда такое время было сейчас попал покидаю да я согласен такая да она работает сейчас терочка вот это с красным а чай-то это анаконда 2 заброса такого кузечка интересного дорогие друзья вот на этом заканчиваем рыбалку мы свою норму взяли хотим сказать вам по поводу приманок с чего мы начинали в самом начале сравнение вот мы выбрали все ловистые приманки которые сегодня работали которые сегодня ловили щуку очень успешно ловили не все конечно покажем потому что несколько осталось воде что касается воблеров по железу мы все ничего не потеряли как бы рыбалка прошло успешно все понравилось меняли 4 5 точек и все точки обловили но 1 это кузнечик до от компании анаконда 2 это фильмовский воблер 3 3 3 кайдовская блесна кайдовская блесна четвертая с красными этими ребра на коновский анаконда тоже тоже анаконда да это кто у нас это уже кайда вертушка какая-то так дальше это розовый космастер на 7 грамм да да и и воблер вейдовский вейдовский воблер да все это в принципе бюджетные варианты до которые даже если вы зацепите не вытащите вы практически ничего не потеряет даже видно по это самая рабочая сегодня блесна мы не ловили обода проверяли и видно следы зубов на из использовал удилища фирмы вейда до 7 грамм а у сани был спектр митсу и на 628 628 да то есть я получается такой тяжеленький у меня ультралайт ну и а катушки были одинаковые да и шнур тоже ашен 30 от фирмы вида хочется сказать что надо приезжать пробовать и желательно иметь с собой достаточное количество приманок потому что каждый день все может быть по-разному еще зависит от погодных условий сегодня было комфортно кидать любые веса потому что ветра не было ну я предпочитал от 10 до 13 грамм погода отличная классная даже пришлось раздеться снять утеплитель с под куртки погода сделаем комфортно условия для рыбалки это это факт по среднюю с проноса сыграла вот именно в роли приманки как ты считаешь я считаю что да что если был привлечение света то есть как бы идут отблески и рыба может активнее ведется на игру этой приманки ну считай что мы за три часа очень много достаточно количество рыбы поймали чтобы считать что за три часа да больше 20 хвостов да ну мы отпускали все что мельче руки мои друзья мы провели такой бюджетный battle между воблерами и блеснами которые стоят довольно таки дешево и следующий раз мы попробуем здесь же попробовать те уловистые блесны которые у нас ловили и сравнить их а нет мы попробуем наверно сначала половить на джиголовки да и определить какой силикон тоже рабочий здесь а потом попробуем сравнить battle силикон и железо посмотреть что действительно самое самое эффективное а если вам интересно можем купить какую-то там дорогую или скажите какую приманку и сравнить ее да с бюджетом кстати да напишите комментарий друзья мы какую вы считаете самая эффективная там пускай даже будет дорогая или сравним ее вот с этими дешевыми вариантами посмотрим ху из ху и вот изюм и на этом друзья мои мы заканчиваем это видео всем удачи все хорошо встретимся рыбалки пока